всем привет меня уже несколько раз просили показать мой рабочий стол или то место где я раскрашиваю да у меня есть рабочий стол на котором я раскрашиваю иногда рисую иногда читаю стол небольшой и не маленький такой средненький ничего вроде необычного нет но все-таки хочу вам показать и даже для себя например на память тоже такое видео очень полезно например через год через два посмотреть как что у меня стояло тоже будет очень интересно и вообще изменилось ли расположение каких-либо вещей у меня на моем рабочем столе ну и давайте же начнем начнем с верхней полки здесь у меня ничего необычного не стоит здесь у меня такой вот для телефона раскладной штатив стоит штатива кругом по всему дому так лак для волос которым я закрываю закрепляю пастель и такой вот у меня здесь светильник стоит на всякий случай вроде места много не занимает мало ли когда нибудь цвет отключат всегда как бы под рукой так здесь у меня немножко моей косметики которой я пользуюсь ну то есть не косметики крема мои так лаком для ногтей я пользуюсь только прозрачным ну иногда очень очень редко когда немножечко отращиваю ногти тут крашу каким другим лаком но в основном я пользуюсь таким как бы прозрачным так здесь у меня мои новые мелки которые я очень сейчас часто использую хочется их все больше и больше тестировать видео тоже про них снимала здесь моя пастель 36 цветов от санет и моя старая 24 цвета это который мне еще можно сказать два года назад отдала дочка когда когда мы ей купили как бы другую с большим количеством цветов так скотч и которые постоянно нужны и здесь вот я прицепила такие вот ну как сказать крючки чтобы что-то закреплять потому что я постоянно какие-нибудь бумажечки напоминалочки постоянно что-то закрепляю дальше у меня конечно все заставлено но все нужное ну как бы лежит там где мне это нужно так моя точилка простенькая у меня до этого была другая но мы поменялись дочка у меня то было по форме мышки но она мне отдала вот такого робота потому что я карандаши точу чаще чем она а то уже моя старая начала как бы так ломать уже карандаши довольно таки тупая потому что ей уже лет пять наверное на это вот где-то год назад покупали вполне пока меня устраивает так здесь листы как всегда нужны для записей влажной салфетки это необходимый атрибут у меня на столе где после постели руки вытереть стол протереть ну то есть думаю все прекрасно знают покупаю всегда обычно большую какую-нибудь пачку с клапаном потому что открываю закрываю чтобы салфетки не сохли так в таких вот корзиночках у меня частенько находится всякая мелочь здесь вот у меня сейчас на мелки очень часто кстати стала пользоваться для фона мелками и потом в основном дорабатываю карандашами так дальше у меня клей тоже иногда он мне нужен где-то что-то подклеить карандаши из фикс прайс многоцветные и здесь тоже у меня всякие мелки водорастворимые на виду здесь у меня находится мне мои всякие блокнотики записные книжечки где-то что-то для чего-то это мой пятибук который я заполняю каждый день отвечая на какой-либо вопрос буду на протяжении если конечно не надоест на протяжении пяти лет буду заполнять небольшие какие-то дневнички записные книжечки эта книжка который я пытаюсь дочитать все никак не дочитаю один человек и две собаки не 600 миль на краю света опасно путешествие за мечтой никак я ее не дочитаю начала другую и вот ее поставила здесь чтобы она у меня всегда была на глазах так здесь линеечка с круглышками с такими с овалами и с овалами с круглышками так здесь у меня такой типа планшет наверно называется когда раскрашиваем распечатки то цепляю на этот планшет и пользуюсь этим планшетом очень удобно но здесь у меня это стоечка под карандаши фломастер но сейчас у меня здесь в основном только фломастеры не в основном даже смотрю только фломастер сейчас на данный момент я более подробно хоть солнышко вышло а то дождь все до этого шел так более подробно и я снимала видео как мы сделали такую вот подставочку есть у меня на канале тоже так здесь у меня фломастерки здесь фикс прайс это из ленты 50 фломастеров это вот последний мой набор который со зона заказывала это со зона который заказывал карандаши сейчас я их активно тестирую пробую их пока вполне довольна здесь всякие ручки маркеры которыми пользуюсь постоянно линейки ножницы ну то есть кисти тут вот есть у меня немножко нож которым я ну как сказать измельчаю постель маркер поско то есть все такое так здесь у меня карандаши которые мне не очень нравится от derwent для кожи человека пользуюсь но очень редко здесь новые лежат пока в запаснике листы с клейким краем для записи и здесь у меня просто обычные тетрадные листы это у детей когда тетрадь заканчивается и остается например несколько листов я их вырываю тетрадь например выкидываем если не нужно а вот листы такие вот собирая и потом по мере необходимости ими пользуюсь где-то что-то может быть ручки какие-то расписать порисовать каким-то карандашом то есть так как сказать как черновичок такой у меня так здесь всякая мелочевка скрипки там всякие закладочки текстовые делители ну и короче говоря всякая такая мелочевочка так вода всегда у меня должна быть потому что я могу в любой момент начать решить пораскрашивать акварелью или размыть акварельные мелкие мои часы и доска на который я цепляю или какие-то идеи для видео то есть календарик ну то есть все такое вот здесь у меня опять такая вот вешалочка цепляю я какие-нибудь напоминалки так это мне только вот камушек красиво привозили он со мной всегда везде следует так я очень люблю пить чай или кофе за компьютером столом когда раскрашивают меня здесь всегда лежит колотенчик и вот здесь я положила книжки потому что у меня здесь на столе лежит такой прозрачный ну как это назвать такая вот штука под ней у меня лежит бумажки с разной информацией который я не хотела бы чтобы видели всякие напоминалки и всякие номера телефонные ну то есть такое так это мой компьютер тут у меня принтер и телефоны мои так и на низу здесь всякая мелочь не буду даже открывать смотреть небольшой ящичек так здесь по низу у меня идет так вот в этой коричневой корзине здесь она большая довольно таки такая большая глубокая здесь у меня лежат пустые коробки от фломастеров и карандашей так это мои 160 цветов карандаши из китая здесь тоже все пенальчики заполнены карандашами здесь вот немножечко еще осталось место можно будет какие-то поставить здесь тоже так вот на этой полке рядом вот получается здесь сижу а здесь находится прям сразу ну получается под столешницей стоит такая вот полочка и на ней лежат именно те стоят вернее именно те раскраски которые я хочу раскрасить вот то стиль они у меня в плане или в работе то есть вот на например на этот вот месяц на октябрь какие-то я уже раскрасила но все-таки стоят может быть что-то еще в них раскрашу но основные раскраски убираю если например что-то раскрашу и знаю что уже больше не буду раскрашивать я убираю в другой шкаф и здесь же у меня стоят мои тетради записная книжка в которой я отмечаю раскраски которые раскрасил здесь у меня многие видели этот блокнот здесь у меня выкраски и здесь же у меня мои такие вот пометочки какие раскраски как у меня продвигаются в раскрашение здесь я записываю в этой тетрадке что раскрасила за месяц и мои планы так но это мой пенал тоже с карандашами тут разные тоже все заполнено большой такой он по моему на 160 или на 170 ну а здесь у меня материалы которые я не раскладываю здесь на столе которым я пользуюсь пореже но здесь тоже всякие акварели и пастели всякие такие короче большая такая тоже корзина со всякими материалами кстати видео тоже уже снимала всех своих материалах на эти вот сейчас мифические существа хочу одну там чуть мне прям захотелось раскрасить и здесь мы договорились с одной девочкой раскрасить иллюстрацию тоже обязательно сегодня нужно начать потому что уже срок мы с ней до 15 октября я имею ввиду договорились пораскрашивать ну вот так выглядит мой стол вот так ничего необычного все простенько ну и надеюсь вам мое видео понравилось если вам понравилось конечно же ставьте лайк ну и всем пока до новых встреч а и и Субтитры создавал DimaTorzok